Не изменяя традициям, спортивный год в Мордовии уже почти два десятка лет закрывают скороходы. Легенд относительно того, почему чемпионаты первенства Республики по спортивной ходьбе проводятся именно 30 декабря, существует несколько. Чтобы окончательно развеять все сомнения относительно даты турнира, мы обратились напрямую к нынешнему руководителю школы Олимпийского резерва по легкой атлетике Ольге Канискиной, которая принимала участие в чемпионате, еще будучи спортсменкой, а теперь выступает в качестве организатора. О традиции проводить чемпионат в Мордовии 30 декабря, это так было сделано специально, чтобы вы не расслаблялись, ходоки и тренеры, чтобы раньше не начали Новый год отмечать? Нет, на самом деле нет, потому что так получается, что основная сборная у нас находится на сборах, возвращаются они когда 26, как 2027, когда 2028, но 30-м уже все здесь. И поэтому традиционно чемпионат в Мордовии 30 декабря, чтобы на одной дистанции могли вместе стартануть ребята, которые выступают на 10, 20 и 35 километров. На самом деле это очень увлекательная борьба, потому что подготовка у всех разная, а соревнуются все на дистанции, которые ни для кого не являются профильными. Явка всех ведущих мордовских скороходов на чемпионаты первенства республики строго обязательна. Именно с этим и связана столь поздняя дата проведения турнира. Нынешний старт не стал исключением, все те, кто завоевывал награды на главных стартах минувшего сезона, были на дорожке. У мужчин в заходе на 5000 метров в борьбу за победу ожидаемо повели призер чемпионата мира Сергей Широбоков и победитель спартакиада сильнейших этого года Сергей Кожевников. К этому дуэту примкнул и вчерашний юниор Максим Денисов. К сожалению, за 8 кругов до финиша выбыл из борьбы Сергей Широбоков, который не смог продолжить заход из-за травмы. Дуэт Денисов-Кожевников продержался недолго, а Сергей стал с каждым кругом отрываться от преследователей и в итоге стал победителем чемпионата. Старт этот закрывающий сезон новогодний, перед новогодними праздниками хотелось бы, конечно, победить, что у меня и получилось. По дистанции получилось выиграть из-за того, что еще Сергей Широбоков получил травму, сошел с дистанции. Так-то мы могли с ним побороться и показать еще более быстрые секунды. Максим Денисов не смог удержать вторую позицию. За три круга до финиша его обошел Антон Курбатов, который стал вторым. Денисов в итоге замкнул тройку сильнейших среди мужчин. У женщин на аналогичной дистанции борьба получилась более прозаичной. Эльвира Чапарева стала отрываться от преследовательниц уже после первого поворота. В итоге участница Олимпиады в Токио, неоднократная чемпионка страны, с каждым новым кругом только наращивала свое преимущество и финишировала первой. Серебро у Ириханка Гарамановой, бронза в активе Клавдии Афанасьевой. После окончания этого старта представители Мордовской школы спортивной ходьбы уйдут на новогодние каникулы, которые, впрочем, продлятся всего пару дней. Уже 2 января тренеры будут ждать спортсменов на ляхоатлетических дорожках Манежа. Юрий Осипов, Евгений Фролкин. Программа «Наш спорт». Юрий Осипов, Евгений Фролкин.